Сценическая речь Маляр, чашечка, коврик, куздечка, поворотники и другие упражнения для дыхания, дикции, артикуляции проходят с особым азартом у присутствующих. Ведь педагог не просто рассказывает, но и на личном примере показывает, как правильно нужно делать. Как отмечает Елена Борзова, нельзя за четыре занятия научиться всем азам актерского мастерства, но понять основные моменты все же можно. Как бы по верхам понять, что надо делать, можно, углубиться и почувствовать свое тело, свои мышцы, свою психику понять. Вот это, конечно, очень трудно сделать за эти короткие часы. И тем не менее, нам в конце остается такая недосказанность какая-то, недоделанность. Поэтому я буду хотеть опять приехать, опять с теми же ребятами встретиться. Приезжает Елена Борзова в областную столицу уже в четвертый раз. За эти годы ее занятия посетили многие кинолюбители из Благовещенска. Самое трогательное и приятное, как отмечает преподаватель, это когда видишь уже знакомые лица на занятиях. Чтобы научиться водить машину, я должна выучить правила и правильно держать коробку передач, то есть переключать ее. Это координация. И то же самое техника речи, я считаю, что это как речевой фитнес. Им надо заниматься так же, как мы чистим зубы. Два раза в день как минимум. Программа мастер-класса включает работу с голосом, дыханием и речью, развитием, импровизационных способностей и навыков сценического общения. Голосом можно делать все, что угодно. Каждый звук имеет свой характер, отметила Елена Борзова во время лекции. Приходящие на занятия делятся. Такие уроки им идут только лишь на пользу. Я очень многому научилась, что в первый год, что сейчас только начались второй раз занятия. Но очень интересные и очень плодотворные такие занятия проходят. По словам Борзовой, не обязательно отводить определенное время для занятий по постановке речи. Тренироваться можно где угодно – на улице или зачисткой картошки. Также она посоветовала учиться развивать мысль и логику речи у русских классиков. Ростислав Азизов, Игорь Карпов, Первый областной канал.